Друзья, всем привет! Сегодня у нас самоделка, основа которой состоит вот из такой медной трубки. У меня есть два вида, я выбрал та, что потоньше. От неё я отмерил три отрезка по 110 мм. А далее, зажав в тесочке и обязательно надев защитные очки на глаза, отпилил болгаркой эти самые отрезки. Шилом немного развальцевал трубки с обоих сторон, так как при резке их немного закрыло. Далее в строительном магазине купил пару метров вот такого асбестового шнура, стоит 20 рублей за метр. Отрежу кусок, равный около 200 мм. Взял с запасом, так как лишнее отрежется. Шнур состоит из 10 маленьких ниток. Делю этот пополам, чтобы получить по 5 ниток в каждом отрезке. Далее вставляю шнуры в трубки. Так как из одного шнура получилось 2, а трубки 3, то естественно я дополнительно отрезал еще один отрезок от целого шнура и также разделил пополам для третьей трубки. Теперь трубки загибаю пополам на минимально возможный радиус, чтобы сгиб был не пережат. Первая часть самоделки готова. Убираю заготовки в сторону и беру обычную жестяную банку. Отступив от донышка примерно 50 мм, делаю разметку по окружности банки. А потом ножницами режу по линии. Прикладываю заготовку из медной трубки так, чтобы по кругу разместить все три согнутые трубки на равном расстоянии друг от друга. А далее просверливаю отверстия. Сначала использовал сверло поменьше, а потом побольше. Отверстия нужны в моем случае диаметром 5,5 мм, как раз чтобы плотно входили согнутые трубки. Шилом накерниваю посередине больших расстояний и дополнительно сверлом в 1 мм сверлю отверстия. Должно примерно получиться вот так. Далее, продев шнурок в отверстие, вставляю гнутые медные трубки на свои места. Далее, продев шнурок в отверстие. Сбоку также сверлю отверстие диаметром 5,5 мм. Наждачкой снимаю краску. Беру холодную сварку и промазываю стыки трубок с банкой. Должно быть герметично. В отверстие сбоку вклеиваю гайку М6. Подождав с полчасика, должно все высохнуть. Теперь нам понадобится еще банка, от которой одна, отступаем пару сантиметров и отрезаем донышко. От шнурков отрезаю лишнее, оставив 1 см ниже линии отреза банки. Теперь соединяю обе части, но так как диаметр у банок одинаковый, то в нижней части немного сгибаю край по кругу. Тогда банки легко и плотно входят друг в друга. Так, вот и готово практически наша самоделка. Осталось испытать. Для этого у меня есть спирт. Можно использовать метиловый или этиловый. А кто увлекается самогонной вареньем, может использовать так называемые головы. Набираю спирт в шприц и в боковое отверстие самоделки его вливаю. Так я влил пару шприцов по 20 кубиков, то есть 40 мл, и закручиваю отверстие болтом. Еще около 5 мл вливаю наверх, где расположены трубки, и поджигаю. Спирт начинает кипеть, и пламя нагревать трубки, в которых азбестовые шнуры напитались спиртом. Для наглядности процесса немного уменьшил свет. Спирт сверху выгорел, и теперь горят пары спирта из самой банки, так как пламя нагрело трубки со спиртом. Трубки нагреваются все сильнее, выделяя больше паров спирта, и пламя начинает гореть, как газовая горелка или турбозажигалка, выделяя большее количество тепла. Из консервной банки сделал такую подставку, и теперь попробую вскипятить пол-литра холодной воды. Для чистоты эксперимента использовал термометр, который показал температуру воды почти в 13 градусов. И заодно зафиксирую время. Посмотрим, что получится, и за сколько справится эта горелка. Через минуту уже было 45 градусов. Через 5 минут вода начала закипать, и через 7 уже вовсю кипела. Потом я проверил горелку и увидел, что там еще остался спирт, и что-то впитали в себя шнуры. Так что расход минимальный. Я считаю, очень классная вещь получилась. Друзья, как считаете вы? Если классная, то поставьте лайк этому видео. И напишите в комментариях, в каких ситуациях пригодилась бы такая горелка. И на каком еще топливе, кроме спирта, она возможно будет работать. Тех, кто не подписан на канал, подписывайтесь прямо сейчас и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые полезные видео. Всем спасибо за просмотр, и пока-пока!